Сопереживать, понимать ответственность и знать о мерах профилактики. Восьмиклассникам Самарской школы номер 52 в ходе тематического круглого стола, посвященного профилактике терроризма, рассказали о разрушительной силе этого явления. Я считаю, что наши современные дети, они уже намного старше своего возраста, возраста тех детей, которые были раньше. Они очень серьезно, я думаю, вдумчиво относятся к этому. И сопереживание видно было даже в глазах, потому что я думаю, что такие события должны знать дети с определенного возраста. Мероприятие прошло в рамках реализации муниципальной программы профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Участники круглого стола вспомнили о самых громких террористических актах, совершенных в мире за последние 20 лет, и почтили память погибших минуты молчания. Я чувствовала боль тех людей, которые потеряли своих родственников. И мне кажется, это неправильно, то, что люди могут убивать других, нападать мирных жителей. Нужно бороться с этим всем миром, чтобы такого больше не было, и чтобы у всего мира было мирное небо над головой. Участниками круглого стола не случайно стали воспиклассники. Именно с 14 лет наступает уголовная ответственность, в том числе и за деяния, сопряженные с терроризмом. У них сейчас переходный возраст, и как раз в этом переходном возрасте он ломкий. И в этом переходном возрасте легко затянуть детей в непонятные для них сети. И вот для того, чтобы они могли различать плохое от хорошего, мы именно и выбрали этот возраст и этот класс для данной тяжелой темы. Буквально недавно мы проговаривали с детьми о том, как быть взрослыми, что значит быть взрослыми, отвечать за свои поступки. В ходе круглого стола детям рассказали, как обезопасить себя от преступных посягательств, террористического характера, спасти свою жизнь и помочь близким. Поговорили и о способах борьбы с терроризмом. Не всем нужно доверять, не всем нужно открываться и говорить, не всем нужно верить. Потому что порой люди бывают очень обманчивыми. Бывает, что на подростков давят в социальных сетях, угрожают, что мы можем про себя все рассказать, свои фотографии. Лучше всего сразу сообщить взрослым, сразу педагогу, родителям. Конечно, лучше бы родителям. В одиночку с терроризмом не справиться, убеждены школьники. Именно поэтому важно не забывать о событиях прошлого и извлекать из них уроки. Важно знать о терроризме, чтобы такого больше не повторилось и учиться на ошибках прошлого. В школе регулярно проходят профилактические антитеррористические мероприятия, классные часы, беседы и учения. Но учителя обращают внимание, что основы воспитания закладываются в семье. Поэтому родители тоже должны на постоянной основе напоминать своим детям о безопасности.